здравствуйте приветствую вас на моем канале меня зовут елена сегодня я бы хотела с вами поговорить о пряже пнк имени кирова фиалка сделать такой небольшой обзор до влажной тепловой обработки и после кому интересно данной информации можете оставаться со мной кому не интересно можете проходить мимо и так в качестве образца я предлагаю использовать вот этот детский свитерок который я только что связала уже сделала тепловую обработку я провела замеры до тепловой обработки и после тепловой обработки до тепловой обработки читаю вам то что у меня получилось вот это вот резиночка которая внизу она у меня была 20 сантиметров шириной ширина вот этой части полотна до обработки я намерила 24 сантиметра горловинка ширина горловинки от отсюда до сюда до обработки было 11 сантиметров длина изделия от горловины до низа 31 сантиметр длина рукава от сюда и до конца у меня было 28 сантиметров ширина рукава в самой широкой части 10 с половиной и резинка на рукавах 5 с половиной сантиметров я провела тепловую обработку влажную тепловую обработку как я проводила я просто налила в тазик и не горячую воду где-то 30 30 градусов наверно была вода немножко детского мыла капнула и вот такими вот движениями стала проводить обработку пряжа намокла не сразу как-то она постепенно намокала видимо на чем-то все таки наверно обрабатывается еще ну вот когда она намокла стала такой более жесткой вот я хорошенько все про жмякала так чуть-чуть сильно не стирала не отжимала я просто оставила в раковине для стек для стекания но немножко вот так вот тоже обжимала чуть-чуть расправила все на полотенце и у меня ночь она сохла высохла но за ночь это изделие моё что хочу сказать я взяла этот свитерок на спицах три с половиной основное полотно а резиночку выполняла на спицах полтора может быть сначала я подумала что и сначала я подумала что как-то рыхловато будет выглядеть полотно до обработки то что она была такой ну такой скажу что рыхлое а вот после влажной обработки но стало такое более плотное и более такое упругое что ли да считаю что для детских вещей вот таких демисезонных летних осенних весенних очень подходит такая пряжа такая и такие спицы подходят для этой пряжи получается не плотное такое полотно не дерюга достаточно эластичное достаточно такое мне кажется теплое я думаю что в хлопке должно быть и тепло и не жарко вот и что же получилось у меня после тепловой обработки я еще не мерила не могу вам сказать вот сейчас вместе с вами мы измерим и посмотрим что получилось я измеряю резиночку вот первую у меня первый размер это резиночка внизу зиночка внизу 21 сантиметр то есть в этом месте нет меня было 20 сантиметров а сейчас у меня стало 21 сантиметр ну немножко чуть-чуть немножко растянулась ширина основного полотна было 24 сантиметра и сейчас тоже 24 сантиметра измерим горловину горловина была у меня 11 сантиметров а стала 10 с половиной почему-то немножко уменьшилась вот сейчас я измеряю длину изделия длина изделия на данный момент составляет 32 сантиметра а была она 31 сантиметр то есть при нем немножко растянулась на один сантиметр измерим длину рукавчиков длина рукава была 28 сантиметров на данный момент длина рукава также 28 сантиметров рукав никак не изменился ширина рукава была 10 с половиной сантиметров на данный момент самой широкой части также 10 с половиной сантиметров так и резинка на рукавах было опять с половиной ну резиночка немножко растянулась на пол сантиметрика зиночка 6 сантиметров ну вот делая такой подытожим немножко то что получилось я считаю что совершенно небольшая погрешность после влажной тепловой обработки тем более это целое изделие они просто образец можно судить что вытягивается из этой пряжи что не вытягивается немного растянулась всего лишь резиночка и сама длина изделия так как я предполагаю просто потому что все-таки под собственным весом изделия растягивается и петельки вытянулись вот таким образом после влажной обработки это стопроцентная хлопковая пряжа у меня нету сожалению сейчас моточка с этикеточкой но вот я вам прочитаю то что написано на сайте это стопроцентный хлопок длина в моточке 225 метров на 75 грамм линейная плотность номинальная в 4 сложения вот основные сферы использования это вязание на спицах и крючком машинное вязание для верхнего трикотажа также можно и вязать скатерти салфетки покрывала и пледы но также я считаю что можно вязать и детскую одежду вот этот свитерочек он будет не колючий он будет гипоаллергенный он будет дышать и он будет согревать потому что все равно такое вот рыхленькое полотно будет создавать такую воздушную подушку под курточкой и нижним бельем вот и будет очень приятно носить причем это очень такой бюджетный вариант я тут вот все смотрю ролики все детям вяжут из акрила а вот я детскую детские вещи из акрила вообще не люблю и считаю что детям из акрила вязать не нужно потому как в акриле кожа не дышит дети потеют в акриловых вещах и простудиться гораздо можно быстрее чем в чем-либо другом поэтому вот если уж сомневаешься что есть там какая-то аллергия у ребенка на шерсть или нет вот уютно ему в шерстяной в шерстяной или в полу шерстяной одежде или не или не уютно так вот лучше уж связать хлопковую какую-то вещь это уж сто процентов будет гипоаллергена сто процентов будет не колюча и будет приятно вот получился такой мягкий не скажу что он какой-то грубый или что мне кажется что очень приятно будет носки у меня кстати есть свитер похожий у меня у самого я его покупала давным давно в финляндии вот даже не кажется что напоминает этот свитер немножко там тоже был из такого же хлопка он связан сначала мне тоже показалось что он какой-то такой немножко грубоват но во время ношения было знаете очень приятно носить даже носила я зимой такой хлопковый свитер и было нисколько не холодно и было приятно и было не жарко не кожа дышала в общем хочу сказать что мне эта пряжа понравилась если понравилось и вам то вы можете и смело использовать ее для детских вещей также можно вязать из нее и какие-то футболочки и какие-то может быть ритузики связать на весну также будет хорошо вот еще хочу сказать что цвет никаким образом не изменился не вода вообще не окрасилась во время обработки вот я вот это вот коричневая пряжа это пряжа лотос также пнк и мини кирова производства вот при обработке тоже не полиняла не изменилась никак вообще ничего не покрасилась в общем мне очень нравится очень бюджетный вариант считаю что для детского вязания идеально подходит вот если вы сомневаетесь составах которые продаются в магазинах вяжите из нашей вот пряжи и все будет очень хорошо и не будет у вас никаких проблем вот я планирую связать еще несколько вещичек на лето на весну на осень в нашем гардеробе разных размеров и я думаю что основном это будет хлопок производства данной фабрики большое спасибо за внимание надеюсь мой обзор был для вас полезен если вам понравилось то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал нас ждет еще много много всего интересного много планов у меня а так больше мне пока поэтому вопрос сказать нечего если у кого-то появились какие-то вопросы вы можете мне их задавать в комментариях большое спасибо за внимание до свидания